Леонард Фонарёк 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 Звоните к нам и считайте себя уже сейчас приглашенным гостем на этот пикник. Кстати, вот тоже Алекс говорит, что вот в Америке нельзя никуда приходить без приглашения, если вас не звали. Ну, тут меня немножко удивляет, потому что, как мы помним, у нас тоже была такая пословица, что незваный гость хуже, но я уж не буду продолжать, поскольку это политически некорректно, но незваный гость у нас никогда не приветствовался тоже. Всегда лучше людям позвонить, сказать, так что если вы будете у нас на пикнике, обязательно позвоните. Единственное исключение, если вы хотите приехать в нашу школу и учиться, можете явиться без приглашения. Мы вас всегда с удовольствием примем, в любое время дня и ночи. Ну, такие мы люди. Многие говорят, что у нас золотое сердце. Ну, я от этого отказываться не буду. Действительно, так мы относимся к людям, так никто не относится. Люди, которые закончили 15-20 лет назад, нас вспоминают хорошим словом, посылают нам учиться своих, можно сказать, уже детей теперь и других работников. Ну, и мы, конечно, всех обучаем. И поэтому слава про нас идет вот кругом такая добрая и хорошая. Ну, что там еще, Олег, говорить? Да, вот жалуются, что запрещено курить в автомобилях, если там есть дети. Ну, тут я должен сказать про курение в Америке. Курение идет на убыль. Если вы зайдете в любой госпиталь и посмотрите, то выяснится, что 70-60% болезней идут от курения. Ребята, нам надо бросать курить. Я понимаю, что это нелегко. Я сам бросил 25 лет назад, а потом еще раз бросил, но уже окончательно. Так что, ну, я еще раз хочу сказать, что несмотря на вот все эти проблемы в Америке, в Америке жить можно, вы приехали, и может быть нелегко только первые 20 лет. А потом уже будет гораздо легче. Так что звоните к нам, приезжайте к нам, вы всегда будете дорогими гостями. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...